В понедельник-вторник ожидается главный удар циклона. О рисках, связанных с низкими температурами, говорили в штабе по борьбе со снежной стихией. Дорожные и коммунальные службы города готовы справиться с капризами природы. Ночью погода ушла в сильный минус. На подходе крепкие морозы. Как в Бендерах готовятся к метелям, снегопадам и гололеду, говорили в госадминистрации. Коммунальщики к зимней атаке готовы. Тяжелая техника ждет отмашки. Как только завьюжит, выйдет на линию. Машины, участвующие в зимних работах, заправлены. Лопаты, их шесть манов, находятся с лопатами. Зелые песочники заправлены. Трактора, которые будут участвовать в очистке тротуаров, заправлены. И трактор, который будет погружать песчанно-солевую смесь, тоже. Водительский состав предупрежден. Организовано горячее питание на ночь. Дежурный главный инженер. Много работы будет и у городских дворников. Расчистка и подсыпка тротуаров при снежных заносах – вопрос номер один. Противогололедную смесь в ЖУКе заготовили. У нас последний снегопад, обработка дворовых территорий песком оставляла желать лучшего, на самом деле. Я не знаю, где, пока не знаю, где происходил, где были случаи травматизма массовые, да, на тротуарах города, либо во дворах. Проанализировано, честно говоря, как-то вот не очень радовало. В предыдущие годы было лучше. В усиленном режиме в непогоду будут работать и спасатели. В прошлый снегопад они освободили из снежного плена не одно авто. Среди них были легковушки и большегрузные фуры. В эти морозы спасатели снова организуют пункты обогрева. Кроме того, уже помогают дровами, инвалидам и одиноким старикам. Вчера вошли, согласно списков, которые мы обходили до этого, еще в осенний период, нуждающиеся в дровах. Значит, на вчерашний день выявлено сначала шесть, потом добавился еще один адрес, это по селу Гиска. Сегодня ей отдельно, наша группа выехала, привезла дрова в районе там, ну, 1 кубического метра. Остальные шесть адресов город, то есть по нашей заявке город отработал. Дрова есть, в запасе у спасателей еще почти 15 кубометров. Их развезут нуждающимся. По прогнозам синоптиков, морозы у нас продержатся неделю. А уже к следующим выходным температура воздуха начнет повышаться. И весна напомнит о себе. Наталья Сучкова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.